Одна из самых острых тем, о которой сейчас говорят буквально везде по всем телевизионным каналам, это заболевания гриппа. А насколько серьезно наши лезьмичи относятся к гриппу и соблюдают ли они меры профилактики? Естественно, каждый год с приходом осени понижением температуры всегда возрастает количество заболевших простудными заболеваниями. Меньше детей посещают детские сады и школы, а учреждения здравоохранения запасаются вакцинами против гриппа. В этом году яро обсуждается не только обычный сезонный грипп, но и свиной, или как его еще называют медики, пандемический грипп. Мы опросили более 20 человек на улице, боятся ли они гриппа. Меня страшит этот грипп. Я и моя семья, мы едим лимон, чеснок, носим чесночные бусы, мажем под носом, мазью, пьем таблетки. Наталья, скажите, пожалуйста, серьезно ли вы относитесь к тем разговорам, которые сейчас идут по поводу гриппа? Я считаю, что это страшно все-таки, потому что гриппу тоже рознь. Тем более и по Смоленской области есть заболевшие. Именно так в основном отвечают девушки. Грипп нас пугает, относимся серьезно. Свиной грипп вызывает страх, ведь о нем столько говорят специалисты, отмечают смертельные случаи. Но надо отметить, что это были лишь единичные ответы. Вот что по поводу всей этой шумихи вокруг гриппа говорят основная часть везмичей – пенсионеры, мужчины и молодые мамы. Я думаю, что это все-таки больше наибрано. Каждый год люди болеют. Но меры предосторожности все-таки с ребенком принимаем. Покупаем орбидон, ну и такие домашние средства, как мед, горячее молоко на ночь. В принципе, и знакомых, и друзей у нас никто не заболел. Вы серьезно относитесь к гриппу, о котором сейчас все говорят, и соблюдаете ли вы меры профилактики? Ну, меры профилактики я не соблюдаю, потому что я не верю, что это так страшно. Это все шумиха, я считаю. Это бизнес, потому что в аптеках лекарства стали очень дорогие, и то не купишь ничего. Повязок марлевых нет. И вообще я считаю, что это очень-очень все раздуто. Нет, к этому гриппу я серьезно отношусь в плане того, что я считаю свое личное мнение, что это раздувает такую шумиху, и люди сами себе накручивают, внушают. А насчет цен в аптеках, да, они действительно повышаются. Даже взять те же марлевые повязки, которые должны стоить 2 рубля 50 копеек, а цены у них поднимают гораздо больше, они сейчас стоят рублей 25. Мы считаем, что инфекция с гриппом – это раздутое мнение, так как аптеки повышают цены на лекарства, и людям приходится переплачивать очень много денег. Как мы видим, большинство жителей нашего города все же считает, что, в общем-то, поднимать серьезную панику и шумиху не стоит. Гриппом болеют каждый год. И с этим нельзя не согласиться, ведь панический страх всегда только ухудшает состояние человека. Согласитесь, превышение эпидемического порога бывает часто в холодное время года. А вот что касается завышения цен в аптеках, к сожалению, опрос показал, кто умеет пользоваться ситуацией, пользуется. Безусловно, марлевая повязка, которой цена 2-3 рубля, не должна стоить, как сказал молодой человек, 25 рублей. Бизнес есть бизнес. И в заключение, возвращаясь к самому гриппу, хочется добавить. Так как чаще всего подвержены любым заболеваниям люди со слабым иммунитетом, конечно, меры профилактики нужно соблюдать всегда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!